Здравствуйте! Здравствуйте! Привет, ДГУ! Вы знаете, признаюсь честно, да, мы играли в КВН. Практически все представители дизель-шоу играли в КВН. И мы росли на команде ДГУ. Никогда я лично не забуду этих замечательных песен. Давайте еще раз им поаплодируем. Благодаря этим ребятам у нас было становление. И дизель-шоу вы сейчас можете видеть, и благодаря им еще раз аплодисменты. Друзья, ну что ж, мы начнем нашу маленькую программу, если вы не против. Я приглашаю на эту сцену двух замечательных девушек. Виктория Булитко, Марина Поплавская, она же влезнет. Добрый, 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 добрый вечер! Добрый вечер! Одна из фишек нашего дизель-шоу заключается в том, что мы играем вживую на гитарах и поем песни, которые придумали сами. И сейчас для вас наши девушки споют замечательную песню, которая вам всем понравилась. Я уверен. Давайте. Во-первых, я хочу сказать много теплых слов в адрес своих друзей. С праздником, с юбилеем, дорогие и любимые. В 97-м году в Юрмале они были золотые, а мы в тени были бронзовые. И это был настоящий праздник юмора, праздник КВН, а тогда еще и такие мэтры. И мы очень были счастливы, что они со своей прекрасной сходкой заняли первое место и взяли золотого кивина. Давайте поаплодируем, вспомним. И даже я помещалась в тени ДГУ, друзья мои. Поэтому с праздником мы любим, всегда рады, всегда рады видеть, слышать, что у вас все хорошо, что вы живы и здоровы. Больше ничего от вас не требуем. Тридцать лет КВН, да, театр КВН, мы споем песню, немножко старше, знаете ли, так называемая «Ота сорокалетней женщины», друзья мои. Или, как я говорю, «Ота женщинам за сорок килограмм». Возраст у женщины спрашивать – это опасно. С возрастом женщина может быть только прекрасна. Женщине в тридцать по-прежнему будет семнадцать. А в тридцать пять максимум восемнадцать. И ей в тридцать восемь подруги наврут девятнадцать. А в тридцать девять? Ну пусть будет ей где-то двадцать. Спасибо, подруга. Но есть такой возраст, когда мужу женщине сорок. И ей откровенно все скажут – вам, женщина, сорок. Страшное время приходит, когда тебе сорок. И ты понимаешь, что лучший твой друг – стоматолог. Впервые с тобой ознакомится твой кардиолог. Уже не так рад тебя видеть, и твой гениколог. Он также с улыбкой попросит пройти и раздеться. Но в голосе нету былого того интереса. Сейчас ему больше, наверное, уже интереса. Смогу ли залезть я на это волшебное кресло? Уже на балконе пылятся твои тренажеры. Уже не спасает меня обезжиренный торох. По возрасте сорок обычно диеты все знают. И то, что диеты от этого не помогают. В сорок не страшно садиться в машину кавказцам. Это тот случай, когда будешь точно кататься. Все меньше тебе интересны различные матчи. Все больше тебя занимает картошка на даче. Как она там бедная перезимует, не копанная вообще под снегом. В сорок приходят новые развлечения. Чистка кишечника и измерение давления. А праздником больше не рады ни почки, ни печень. И не для романтики в сорок используешь свечи. В сорок поздно искать тебе мужа. Да, в принципе, в сорок нахрен он мужа. Но если ты стал уже лет и так двадцать, То жалко уже со своим кобелем расставаться. Девочки, кому жалко поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда женщинам приходит сорок, Это знать, что полтинник скоро. И с надеждой ждем мы сорок пять, Чтобы ягодкою снова стать. АПЛОДИСМЕНТЫ Даже если женщине за сорок, У нее еще в запасе форок. А когда ей стукнет пятьдесят, Этот форок как начнет стрелять. У нее уже, к сожалению, не скрою то, что вам сорок, ни сумка Роберти Кавалли, ни шубка из норок, ни зуба, ни белка, ни кролик, ни даже лисица. Писец. А шинчилла куница? Писец веселый. Как ты не рады, в сорок, квартира с пропиской, как в двадцать в общаге, мивина с сосиской. Кольцо с бриллиантами с радостью я бы променяла, на вашего мужа, как в двадцать, со мною бывало. В сорок, как ты не рады, в зеркало в спальне. Вот секс вроде нравится, но отражение ж печальное. Мужчины все чаще зовут, трусковец и куяльник. И ты надеваешь впервые свой стильный купальник, фигуру с годами, чушь не назвать идеальной, черт с ним. Все реже и реже щипает за попу начальник. И нет уже в этом глоба мужского влечения. Все больше за выслуг лет. Или не за уважение. Этий, чертам. Все чаще гаишники протокол оформляют. От штрафов сорокалетняя грудь не спасает. Вот раньше они же отпускали за голую грудь. Да. А сейчас их покажешь, заставят дыхать. Уже не так страшно ходить одной по троещине. Гораздо страшнее на лбу одинокие двери. А ботексы, маски с глиной и кислородом. Помогут. Да. Но бляхаж не скрой. Нет. Второе подворота. Нет. 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 Но бляхаж не спускал. Нет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я решила перед калаша вам рассказать о своей песне и о реабилитном! У, до этой песне, малина поплавка! Это те! Да!